всем привет итак как вы уже догадались по музыке сегодня у нас в гостях распаковочка и здесь вива ля дива виктория афродита клеопатра фирма ungaro с вами канал училка физкультуры в эмиратах конечно же с нами наташа эксперт по распаковочке парфюмерии по распаковочке вот будем пробовать я сегодня в очках простите очень много работы в школе очень много и у меня просто фингал чеки под глазами поэтому я в очках сегодня том for кстати смотрите видео где брали начинаем распаковочку значит что мы будем сравнивать давай сравнение это битва не видела мы же расскажи что мы купили в предыдущем видео мы смотрите пожалуйста видео предыдущие посмотрите где-то там значит мы купили дива аппетит новая дива и это классическая дива это было раньше мы ее уже попробовали мне эту вот вот смотрите да значит давай не это не будем рассказывать что там ноты это пока месть пока не распакуем потому что она завальцовки единственное что это дева дива произведена была ну не произведена в первые выпуски 1983 год это дива аппетит 2010 год давай распакуем давайте потестим а потом скажем свое мнение попробуем по крайней мере пошлашим вам немножечко распаковочкой опять микрофончик вы не смогли прикрепить я держу в руках что-то не крепится микрофончик для кого волнует картону претензий нет мой шикарный картон очередная наша фраза картону претензий нет то фраза на нашем канале звучит так так сразу показываю коробочку коробочка очень красивая ух ты какая коньячная бутылочка симпатичная давайте сразу покажу бутылочку шикарная шикарная бутылочку берем коробки потому что сейчас ветер может унести просто будет убить да убираем коробочки здесь ветер сильно летает значит две красавицы это аппетит это дива классическая 100 миллилитров и там и там стекло везде ну что пробуем петит петит знаешь что такое петит это самородок переводится с французского языка петит это самородок цена вот этой было 27 долларов аппетит 15 долларов 15 долларов наташа снова берет снова берет без пробы наугад и думаю у нас снова попала на хороший аромат у нее это получается на салфеточку себя на руку тебе старая дева не бывает старое дело старое дело это я смочила я прошу прощения оригинал его ой хорошая хорошая мне нравится а это новенькая а это новенькая а все поняла 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 сейчас уже маленькую это мне новенькую пока не понимаю либо ты мало набрызгала либо общение чувствуешь мало ну вот чуть-чуть начинаю ловить они похожи и сразу думаю мнение не похожи но очень нравится первая дева красная коробочка на нет тут немножко а знаете флакончик тяжелый так на колено на мне приземлился но зато вот зато стекло зато стекло да что мимо почему мимо вот красная дева очень такой аромат такой а насыщенный хороший идешь на тебя все внимание обращать сейчас прижи цветочное что-то явно цветочная не шипровая первое интересное и уже знаем да мы первое действительно красивые цветы и медовость вот медовая не приторная сладость которая тебя не убивает но на тебя обволакивает и красивенная сладость медово-сладкие медово-цветочный а вот это петит самар что-то я пока самородок вообще не поняла давай на тебе понюхаю а ты знаешь а мне кажется здесь больше какую-то шут реально шипровость ну то что мне это горечь горечь какая-то а мне шипра нравится ну давай куда тебе руку давай вот здесь вот здесь вот здесь нет 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 явно не мой немой не может раскроется вот вот красная дева хороша белое что-то что-то такое подожди неплохо это не белая дива называется ну я по коробочкам прошу прощения будет петит и это а это как ну вот смотри красная видишь красная это дело то есть они одинаковые принципе коробки то белый, но немножко... Хорошо, как называется с красным этим, как феррари? Дива. Просто Дива. А это Дива Петит? Это Дива Петит. А это Дива Ле Вива? Это Планкер. Дива и Дива Ле Вива. Так, подождите. Не уходите, пожалуйста. А то мы тут болтаем, болтаем. Да, мы сейчас вам все расскажем. Обязательно. А ты знаешь, здесь нет этой сладости, присутствует сладость, но не такая красивая, как в Петит. В Диве все-таки в оригинальной красивая сладость. Действительно, если вы ищете сладость, красивую медовость и, опять же, чтобы это был шипр, это вот, пожалуйста, к Диве. А эту я сейчас пока не поняла. Здесь тоже присутствует сладость, но она немножко проще, как бы скажем. Она проще, простоватее. Попроще просто. Чтобы сказать, самородок. То есть это стоит Дива, которая мне понравилась. Первая стоит 27 долларов, а это 15. Ну, в принципе, это адекватная реальная цена. Наверное, а столько и стоит. Ой, нет. Нет. Ну, не хочу обидеть, но... Не оскорбляю аромат. Нет. Я бы так не могу сказать, что она стоит. Я вообще не считаю, что вот если аромат да, там, 600 или 3000 или... Нет, я же не хочу за 600 или за 3000. Просто это стоит дороже, она действительно... Наоборот. Я считаю, что на такие деньги, это по-другому надо сказать, на такие деньги это шикарный аромат. Ну, да, благодаря... Давай и побрынчим, давай. Побрынчим. Давай. А теперь у нас есть две бутылочки, мы можем играться. Ну, знаете, по-любому такой флакон, если, конечно, есть место, куда поставить такие флаконища, это вообще... Ну, я считаю это произведением искусства, это настолько красиво. Ну, классно, классно. Маленькие коньячные бутылочки. Ну, этот цвет тебе как бы говорит о том, что действительно как будто бы... Ну, понятно, это не хрусталь, но тем не менее стекло потрясающее. Ну, в общем, красная дива, она как феррарик, она такая вот мощная, модная, очень крутая. И знаешь, что вот сейчас же пошла такая мода, ну, как это все упрощение, и герлен сейчас начинают все делать, все в одинаковых стандартизированных флаконах. Как будто бы, знаешь, солдаты имперской армии и звездных войн. Вот, оно скучновато, действительно. Надо было определить, так, о, это вот это дива, это вот это, а это вот это. Ну, и так сразу флакончику раз и определил. Ну, так да. Я считаю, что это красивый аромат. Я пока его не пойму, сейчас. Ну, скажем так, больше одеколонный такой, ну, простовательный. Не одеколонный, ну, нет. Ну, опять же, вернемся к тому, что такое одеколонный в нашем понимании. Это нам то, что... Не гвоздик, аж одеколон. И не тройной. А Саша одеколон, кстати, неплохой был. Одеколон, Саша. Сгущаем по этому аромату. Да, конечно, ну, были такие одеколоны. Парсюмерия же была. Он действительно простователь, и здесь есть немного горчинки. Нет вот этого роскоши, этого богатства дивы. Ну, вот, конечно, я бы рекомендовала красную. Конечно, ну, если честно. Хотя, народ, у кого бывает такое, ну, 12 долларов разница, ну, бывает такое, что вот, ну, вот, нету. Ну, конечно, это тоже классные подарки, и, как бы, ну, лучше какой-то аромат, чем никакого, да? Мне кажется, я буду пользоваться и тем, и тем наравне. Ну, это ж твои ароматы, естественно. Ну, знаешь, типа, ой-ой, кому-то передарю там. Я одолжить не буду. Ну, если попросят хорошие люди, почему бы и нет. А вот что я попрошу, Наташа, так это мы купили Роберто Кавали Азура, да? Ну, сейчас, подожди, подожди, подожди. Ох, вот это-то я попрошу, кстати. Сейчас, 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 я, да. Ну, сначала мы расскажем про сердце, голову, ноги. Ну, знаете, тут перечислять, если вот дива оригинальная, парфюмер Жак Польш, 83-й год, 1900, и здесь я повыписывала себе, ну, могла скриншот сделать, но неважно, повыписывала, 23 составляющих, как бы, да, 23 специи, входят в специи. Господи, вынеси в лезвие. Потому что человек умел складывать эти компоненты. Натуральные, ненатуральные, я не знаю. Тут и мед, и дубовый, мух, и цибетин, ирис, сандал, пачули, кориандр, кандамон, мандарин, альдегиды, индийская тубероза, ветивер, мускус, ваниль, пачули, ирис и так далее. То в петит всего лишь 14, по сути, составляющих. Против 14? Против 14, да. И общих у них, ну, как бы, плюс-минус. Поэтому говорим про сталат. 14-то всего, немножко не доложили. 9 всего лишь компонентов. Ну, это ж не факт. Сейчас пишут вообще 3, как бы, 3 ноты, не ингредиента, а 3 ноты, и что-то происходит, понимаешь? Но общего у них из нот, это бергамот, кардамон, кориандр, мандарин, гвоздика, иланг-иланг, роза, ну, причем здесь в петит написано роза просто в оригинальной деве турецкой и марокканской розы. Тоже уже, как бы. Дальше, тубероза общая, жасмин, амбра, духовый мох, ирис, пачули, ваниль. Вот странно, бергамот мне всегда нравится запах, а вот сейчас... А в красной нет бергамота, да? Слушай, а ну понюхай. Ну, она проще. Она, вы знаете, она мне даже больше... Смесь чего-то очень знакомая. Нет. Я сейчас не скажу. Нет, знакомый, знакомый запах. Для меня знакомый запах. Где-то я такой запах уже встречала. Слушайте, знаешь, что я хочу сказать? Это, опять же, это первое только впечатление, извиняюсь, мешаем, да? Но вот аппетит, она не... Простовать я в том плане, что ее можно, как бы, если здесь... Ну, не то, что каждодневно. Я, честно, бы одевала, и я буду одевать на каждый день. Это неважно. Утро, день, вечер. Ну, я люблю ароматы. Ну, говорят, что это куда-то в люди, да? Вечерние, в оперу, в балет, ну, кто любит, да? Ходит вот такие вечеринки. Ну, вечеринки именно. Главное, чтобы не на тренировку. Да, не вечеринки на дискотеке, зажигательной. Опять главная на тренировку. А вот эта, она более такая повседневная, действительно. Какая белая именно? Аппетит. А мне наоборот кажется, что... Серьезно? Да. Наоборот кажется, что белая, я бы, если бы им набрызгалась, то как-то вот так спокойно, куда-то разово. А вот красная, вот классно. Мне она такая вот свежая такая, ух, ну, классная просто, не знаю. Но на тренировку, опять повторюсь, я бы не брызгалась бы никаким ароматом. Люди, пожалуйста, не делайте этого. А что хочу сказать, все-таки здесь непросто, непростой аромат. Мне кажется, в следующее видео, может быть, мы о нем еще... Добавишь, да, ты его почувствуешь. Такие ароматные, с насколько что-то сделать вывод о таких ароматах, вот нельзя. Потому что это ароматы, которые имеют историю, которые имеют... Надо походить. Надо поносить, походить и понять их. То есть, с одной стороны, мы хотим вам распаковку сделать, да, перед вами пошуршать, с другой стороны, наверное, не всегда даем верное понятие, получается. Ну, это же понятно. Вернемся к тому, что это все субъективно, никакой абдиктивации здесь нет. Это наше понимание. Так, а теперь про Роберто Ковалев. Да, то, что Наташа точно одолжу. Это уже было в прошлом видео, посмотрите внимательно. Она одолживает, она им пользуется нещадно. Надо соберу и брызгар. Представляете? Это кошмар какой-то. Так вот. Ну, вот мне нравится. То есть, тогда, если вы помните, посмотрите, пожалуйста. Пожалуйста. Все красиво. Хороший. Смотри, к футболочке идет, кстати. К футболочке прекрасно идет, да. Где-то здесь. Значит, что сказать? Бронированная крышечка. Здесь, кстати, не бронированная. Он раскрылся. Он прекрасно держится. Не давит, не душит. Не ушел в эту ненормальную пластиковую химию. Как говорят, действительно не развалился. Ничего, никакая нота. Но меня, по крайней мере, не убивает. Олю тоже не убивает, если она у меня уже таскает этот аромат. Да, если меня не убивает. И вот действительно, ну, то, что прочитали, там написано кипарис. Но это все ассоциации. Я не знаю, как пахнет действительно кипарис. Я знаю, как пахнет можжевельник. Я помню, я один раз была в можжевеловой роще. Но это тоже не пахнет. То есть, это какое-то, я же сказала тогда, дерево, листики дерева. Но это сушеный какой-то листик дерева. Вот действительно. И это, наверное, как кипарис пахнет. Вот какой-то есть. Это свежесть. Напоминаем. Здесь, кстати, змейка такая, змейка. Классная. Это свежесть и солнце. Это свежесть и солнце. С костиком. Это классный аромат. Конечно, будет он, наверное, литр. Океанский, морской, приятный, свежий. Ну, море, а что океанский? Теплый песок. Ну, я не знаю, как его писать. Просто классный. А я бы не сказала. Действительно, как я вспоминала, вспомнила, вспомнила Семиис. И там действительно есть рощи и аллеи кипарисов. И когда идешь, и они такие здоровые, красивенные. И вот трескучая жара, когда уже вечер, опускается солнце, но еще жарко. И вот этот аромат, мне кажется, это было бы просто бомба носить. И вы знаете, он незаезженный. Я вроде бы, как его и, мне кажется, на ком-то я и учуивала, да, обоняла. Можно так сказать, обоняла? Не знаю. Конечно, нам все можно. Вот. И все-таки, ну, мне кажется, что редкий аромат. Ну, может быть, я ошибаюсь. В смысле, редко встречается? Редко встречался, да. Не, ну, видишь, я же купила. А я не знаю, ну, я не думаю. Свезло. И тем более он не такой же дорогой. Тем более сколько он стоил? Сейчас я напомню. Ну, 27 долларов. 27, то есть одинаково с красной дивой. Да, да, то есть по цене они одинаковые, но это цена не важна. Хорошо, можешь расставить ее? Я вот знаю, как бы я расставила по местам. Нет, никак. Можешь расставить? Нет. Вот у меня первое место, конечно. А первое место где? Пользоваться что? Для меня вообще в пользовании, в запахе второй дива и третий дива белая. Объясни, что значит места? А места? То есть ты будешь пользоваться вот этим? Ну, чаще я буду пользоваться этим. Ну, насколько ты позволишь, конечно. Вот, я буду брызгать часто. Мне кажется, 75 миллилитров нам хватит. И, наверное, во всех случаях, которые вот на работу, в мол, тренировку не буду, конечно. Просто вот на прогулку, с друзьями. Пореже я могу брызгаться красной дивой, тоже очень классной. Ну, вот смотрите, мы на тренировку после этого идем. А вот этой дивой, не знаю, наверное, вообще брызгаться не буду. Да? Для меня он жестковат какой-то. Ну, ты же знаешь, ты как отношусь, как к ароматам. Ну, видишь, он для меня... Красивый, красивый аромат. Я просто его не положу на себя, если аромат немножко вот меня останавливает. Останавливает. Я поняла. Нет, а я не скажу. То есть ты места никогда не даешь, да? Нет. Ну, сейчас ты с удовольствием выживалась этим, но не выбрала диву. Как там, ты любишь больше папу или маму, когда папа и мама любимые, да? Как можно так сказать? Я больше люблю маму. Еще раз, ты меня не слышишь, когда мама и папа любимые. Все, закрыли тему, да? Поэтому то же самое про ароматы. Как можно? Слава Богу, мы надеемся жить, мы будем долго и счастливо, да? И нам хватит этих ароматов надолго. Очень ждем ваших лайков и комментариев, конечно же, и подписывайтесь, не забудьте. Сделайте там кнопочку. И рассказывайте, что вас вдохновляет, что вам нравится. Про ароматы рассказывайте. Кстати, если вдруг пришлете нам на обзорочку, мы согласны. Присылайте ароматы, мы их обзервим, обзервируем. В общем, посмотрим. Обнюхаем, обскажем, покажем. Покажем, расскажем, в общем. А пока вот сегодня такая часть серии, но, поверьте, парфюм не заканчивается. Когда с вами, Наташа, и к картону претензий нет. К картону претензий нет. Это самый большой показатель, конечно. Это самый большой показатель, что мы всегда вытаскиваем коробку и говорим, к картону претензий нет. Да. В общем, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. Пока.